Друзья, добро пожаловать на ферму Гельвер и Шварц. Сегодня я хочу показать вам наше поле, то, с чего мы начали и как это выглядит именно сейчас. Да, Виктор? Сегодня вторая половина 2020 года и я рада объявить, что мы открываем ферму Гельвер и Шварц. Которая будет находиться у нас в Бахчисарае. 40 гектар земли. Супер земли 40 гектар, на которой будут выращиваться экологически чистые продукты. Вы даже не представляете, какие у нас грандиозные планы. Вот как раз это поле находится сзади меня. Сейчас я познакомлюсь со своим партнером Виктором Гельвером. Это второй хозяин нашего грандиозного плана. И вот мы решили записать этот исторический момент. Наверное, это начало пути. На сегодняшний день у нас уже заключен контракт между собой. Мы выбрали участок земли, который будем покупать. Сейчас мы организуем компанию и мы уже придумали название. Ферма Гельвер и Шварц. Так, ну что, друзья, мы в Ниве. Нас Олег посадил вот втроем. Ну, сверху еще ничего, кстати, смотрится. А вот наши полукопия явно не влазят. Сейчас мы находимся у участка в Бахчисарайском районе, который нам предложила ТИЗО. Этот участок можно взять в аренду у государства. Здесь 40 гектаров Бахчисарая. Мы прямо на горе стоим. А мы заехали в аграрный институт. Не удивляйтесь, что народу нет. Сентябрь начнется только через пару дней. Вот меня Виктор здесь ждет. Воду, наверное, смотрит, да? Воду посмотрел, да. Вот у нас как план. Дома. Я тут про воду расскажу. А, такая штука. Скоро начнется сентябрь. Хочу показать вам свой новый офис в Вилино. Кто знает, есть там такое интересное круговое движение. Основная у них улица Ленина. Так вот, от круга мы проезжаем буквально 500 метров. И въезжаем вот к такому вот зданию. Сейчас покажу вам. Вот такое вот двухэтажное здание. Его, кстати, купили, полностью купили материковые люди. И сделали, модернизировали немножко, привели в порядок. И сделали офисные помещения вот здесь вот. Вот здесь вот мы и сняли офис. Вот у нас с вами улица Ленина. И мы уходим к нам в офис. Двухэтажное здание. Как я и говорила, его выкупили материковые люди. То есть приехали тоже в Крым на ПМЖ. И решили взять себе коммерческое, целое здание. И привезти его в коммерческое такое нормальное назначение, скажем. Владельцы, это муж, женой, семья. Классные люди. И вот здесь вот мы у них сняли офис. То есть есть несколько входов. Кстати, часть здания сейчас под ремонтом. Больше его часть сейчас под ремонтом. Сделана только эта часть. Здесь сидят различные организации. Я вам пойдемте я немножко покажу, как наш офис выглядит. Очень смешной офис. Но он нам нужен. Вот мы заходим. И сразу с вывиска. А вот и наша вывиска. Пока в таком формате. Но как-то так. Я на первом этаже. Здесь у нас детский центр. Парикмахерская. И тадам. Вот это наше окошко. Вот мы выбрали офис себе с таким окошком. Так как мебель у нас еще едет. Сейчас будете прикалываться. Мебель у нас едет. Но нам удалось взять стол, стул. На днях мы купили компьютер и принтер. И у нас сейчас едет диван, шкаф и все самое необходимое. У нас тут даже, видите, есть одеяло, пожитки всякие. Партнер мой сегодня здесь спал. Кстати, пока ждал налоговую. Вот так вот это выглядит. Это уборная у нас. Ну и мы можем с вами на втором этаже разные тоже организации. А мы сидим вот здесь вот. Прямо на первом. Под лестницей, можно сказать. Давайте пойдем к нам в гости. Вот так вот. Я даже не знаю, как это. Все, стол, стул, компьютер. Что еще нужно? Семь квадратных метров. Вот так это выглядит. Даже показать-то нечего. Ну, пока все в зачаточном состоянии. Офисом мы пользуемся только третий день. Но у нас уже хоть что-то есть. Я сейчас сижу, пытаюсь установить Яндекс.Диск. Качаю. Также считаю наши расходы. И вот сейчас, вот сейчас прикольнётесь. Я на сегодняшний день посчитала. Мы еще землю не купили. Ребята, мы еще не купили землю. А мы уже потратили 407 штук. Это вот на всякие разные приколы, проверки и тому подобное. Такая штука. Так что у меня рабочий режим. Такая штука.